В августе в Хакасе работала комплексная экспедиция Северо-Восточного Федерального Университета из Якутска по изучению фольклора, языка и культуры тюрко-монгольских народов Сибири. Ученые, аспиранты и студенты проводили полевые исследования, записывали многочасовые интервью с носителями хакасского языка в небольших селах Таштыбского и Аскизского районов. В работе экспедиции приняла участие и сотрудница сектора литературы Хакнияли Нина Майнагашева. Хакасский научно-исследовательский институт такие комплексные экспедиции давно не проводил. И случился такой разрыв в сборе комплексного материала. И поэтому данная экспедиция, я думаю, как-то вот дополнит этот пробел. И в ближайшее время нам тоже нужно этот пробел восполнять, потому что время уходит, и наши старики, информанты ценные уходят. И зафиксировать жизнь народа именно вот в начале 21 века, так скажем, в эпоху глобализации, когда происходит стирание идентификации народа, когда исчезают языки, диалекты. Это очень важно. До Хакассии следователи побывали в республике Алтай, в Горной Шоре и после нашей республики, и еще и в Устердынском бурятском округе. Основная задача ученых – сопоставить языки, культуру и фольклор этих национальных районов Сибири. Комплексную экспедицию на протяжении нескольких лет возглавляет Людмила Ефимова. То, что якуты сохранили, могут быть забыты и нашими родственными народами, например, хакасами, или алтайцами, шорцами. А то, что вот вы сохранили, может, мы забыли. Предки якутов ушли от своих родственных народов очень давно, очень давно. Некоторые предполагают, что уже в начале нашей эры они ушли, какие-то первые представители наших предков. Но, что характерно, якутская культура, якутский язык сохранил всю южную культуру. Поэтому нашим студентам, аспирантам, магистрантам очень интересно побывать в древней прародине наших предков на Алтае, в Хакасии. Все видео и аудиоматериалы комплексной экспедиции записаны на родном языке в нашей республике, соответственно, на хакасском. Для аспирантов и магистрантов это была в первую очередь практика по проведению полевых исследований. Разумеется, сбор материала для своих научных изысканий. Ольга Павлова стажировалась в Хакнияле зимой этого года. После окончания магистратуры она планирует связать свою жизнь с наукой, поступить в аспирантуру. У меня тема по эпосу, по героическим эпосам. Я собрала материал в Алтае, в Шорье нашла хороший материал, шорский героический эпос. В Абакане встретились со сказительницей. Очень интересно рассказывала про такой современный, можно сказать, Алаптых намах, Сибен Арах. В будущем хотелось бы с Абакана с Хакнили какие-нибудь собрать материалы по эпосу, сравнить, сделать какую-нибудь работу. Для студентов задача попроще. Они набираются опыта в проведении опросов и собирают материал для своих исследовательских дипломных работ. Я в основном изучаю долгоподражательные слова, не с точки литературы, а долгоподражательные слова. И удивилась, что есть схожие слова, допустим, «кой», в основном «пар», «пар» и «полун». Мы собираем материалы для своей дипломной работы. Моя дипломная работа будет посвящена образным словам, прилагательным. Участники экспедиции, кроме того, побывали на фестивале «Этнова», а также посетили музеи под открытым небом. Там они познакомились с наскальными рисунками наших предков. Все видео и аудиоматериалы экспедиции останутся на территории республики. Это принцип работы ученых из Якутии. С собой они возьмут копии. Многочасовые записи изучает Нина Майнагашева. Сегодня очень важно узнать мировоззрение народа, чем живет народ. И это тоже нужно зафиксировать. Поэтому мы у своих информантов спрашивали, кто они, откуда они родом, кто их предки, знают ли они свой род, происхождение своего рода. И о их детстве спрашивали. Потому что, чтобы разговаривать с информантом, порой, чтобы записать нужный материал для исследователя, приходится разговаривать порой по 5-6 часов с информантом. Расшифрованные беседы, а также аудио и видеофайлы этой комплексной экспедиции будут храниться в рукописном фонде Хакнияли. Это богатый материал для будущих исследователей. Наряду с бесценными материалами фольклорных, языковых экспедиций прошлых лет, которые бережно хранятся в рукописном фонде института. В Национальном краеведческом музее конец июля и начало августа примечательны тем, что археологические коллекции пополнились ценными экспонатами, которые приоткрывают некоторые белые пятна истории Хакасии. Одна из самых удивительных находок – черепица двухтысячелетней давности, которую обнаружили строители в фундаменте здания гостиницы «Абакан». Оказалось, что это часть кровли знаменитого Гуннского дворца, который обнаружили в окрестностях Абакана еще до войны. Строили дорогу на село Чапаева, бульдозером срезали холм и обнаружили черепицу. Вот эту самую черепицу, очень много черепицы. Ну, а прибывшие археологи выяснили, что это развалины целого дворца. Раскопки проводили археологи из Москвы, Хакасии, Минусинска. Работы велись даже во время войны. Черепицы было очень много. Площадь кровли ориентировочно составляла две тысячи квадратных метров. В дальнейшем уже музеи, которые принимали участие в раскопках этого дворца, приняли часть находок, в том числе и черепицы, свои коллекции. Ну, поскольку находки были типичными, это вот такой массовый материал, поэтому, ну, часть осталась. Осталось, часть осталась, и, возможно, вот по воспоминаниям некоторых старожилов, что то ли Первомайская площадь была выложена, это черепица и последствия, то ли площадь перед Республиканским Домом культуры, тогда еще областным Домом культуры. В музей переданы бронзовый кинжал тагарской культуры. Это третий-восьмой века до нашей эры. Он прекрасно сохранился. Любопытно, что много лет после того, как был извлечен из кургана, пролежал в домашней коллекции. Викторов Александр Федорович передал этот кинжал, который нашли в районе поселка Усть-Абакан. Там 40 лет назад строили пионерский лагерь и разрушили курган тагарского времени. У человека на память этот кинжал остался, и через 40 лет он уже передает нам в музей. Небольшой кинжал примечателен тем, что это уменьшенная копия боевых кинжалов тех лет. Применяли его в ритуальных целях. Также для каких-то обрядов был нужен нашим древним предкам и бронзовый котел с нестандартными креплениями, найденный под одной из скал в горах Восточного Саяна и принесенный в музей. Он датируется началом нашей эры. Хорошее качество говорит о том, что это было штампованное изделие. То есть это проводили, как бы создавали их просто большими партиями на качественном оборудовании. Давание очень качественно. Ну вот какие-то признаки говорят, что это гунно-сарматское время. Продолжают свою работу в республике и археологи. В Казановку, где несколько сезонов проводились раскопки могильника в Карасукской эпохе, приехал руководитель экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук. Он привез артефакты, восстановленные реставратами Санкт-Петербурга. В основном бронзовые изделия и часть керамической посуды. Николай Боковенко сообщил, что работа по изучению могильника будет продолжена. Пока это центральное такое сложное сооружение, здесь 12 могил. Центральная была такая, видите, мощная ограда круглая. Здесь была захоронена женщина, около 50 лет, видимо. И вокруг тоже захоронены женщины и дети. Здесь как бы мужчина находится, он захороненец отдельно. Это здесь, значит, дети хоронили тоже в маленьких таких оградках, ящичках. Вот. Интересно тем, что здесь сориентировано по светилам, как бы. Вот та дневная ограда, она ориентирована на полярную звезду. Значит, вот эти все ящики на восход Солнца и на заход. Вот мы проделывали исследование, значит, 21 сентября, период равноденствия. Все могилы основные ориентированы на последний луч, который падает из-за горы. То есть вот такие вот моменты, которые в дальнейшем, конечно, если их разработать, они дают нам новые знания, а вот их система мировоззрения, миропонимания. Карасукская культура датируется 14-10 веками до нашей эры. То есть исследования современных ученых помогут лучше понять образ мысли наших древних предков, которые жили в степях и горах Хакасии более трех тысяч лет назад. Продолжение следует...